Добрый день, дорогие наши друзья! Все чаще мы получаем ваши замечательные отзывы, в которых вы рассказываете о своих результатах после прохождения программы по фитосанации. Вы пишете о том, что улучшилось общее состояние организма, что обновляется кожа, волосы, появляется энергия и улучшается обмен веществ, а иногда даже уходит лишний вес. Однако мы получаем также много вопросов и о том, как конкретно использовать эту базовую программу. Сегодня мы с ней о ней и поговорим. Но прежде всего надо помнить о том, что это базовая программа, которая будет полезна буквально всем. Кроме того, фитосанация является замечательной профилактикой, а также реабилитацией вирусных заболеваний. Всего три растения. Но какие? Экстракт коры осины не только мы используем в антипаразитарной программе. Осина также снижает сахар в крови, разжижает кровь, препятствует фиброзу легких, что особенно важно в свете последних событий. И так как осина – это природный антибиотик, она будет убирать воспаление в любой части вашего тела. Как вы нам пишете, пили популин от эпистархоза, а боль ушла в суставах. Или пили популин от ОРЗ, а тут и сахар снизился. И таких примеров у нас много. Примеров о побочных эффектах со знаком плюс. О свойствах корня лопуха можно говорить бесконечно долго. Но главное, надо запомнить, что это удивительное растение задействует все выделительные системы организма. Желчегонную, мочегонную, слабительную, патогонную и ветрогонную. То есть лопух является настоящим детоксикантом. Исходя из этого, лопух чистит нашу лимфатическую систему. Если можно так выразиться, нашу канализацию. Конечно же он выводит соли мочевой кислоты. А благодаря инулину, которого в лопухе очень много, он является питательной средой для нашей микробиоты. И очень хочется добавить, что лопух – мощный противоопухолевый препарат. Он чистит кровь и кишечник одновременно. И завершает эту великолепную троицу наш любимый гипотасол солянка. Задача гипотасола прежде всего восстановить клетки печени. Гипотасол также подтвердил в клинических исследованиях свои свойства при хроническом воспалении. Но что особенно важно, солянка делает реологию желчи. И в случае, когда у вас густая желчь, или уже образовались камушки, или вы успели их накопить так много, что желчный пришлось удалить, то гипотасол – ваш продукт пожизненно. В гипотасоле очень много солей калия, потому его и назвали солянка. И он ощелачивает организм. Он омолаживает нас. И убирает хроническое воспаление. И в завершение, если у вас проблемы с желудком, то есть вас беспокоит гастрит или язва, добавляем в эту схему ахиллан в капсулах или в гранулах. А если проблемы опустились ниже в желудочно-кишечный тракт, добавляем подорожник. И тогда у вас получится петерчатка, так популярная в южных регионах России. Друзья, мы очень ценим ваши отзывы и ждем обратной связи. Будьте здоровы с продукцией Биолит.